Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Огромное спасибо, что заглянули. Сегодня я заказала новый бургер из новой доставки. И меня очень приятно удивила картошка фри. Она такая хрустящая, необычная, очень вкусная. Просто такую картошку фри я нигде не пробовала. Она максимально необычная. Еще здесь соус. В общем, будем пробовать здесь с куриной котлеткой, здесь с говядиной и какой-то классический. В общем, будем пробовать. Они настолько мягкие, что они даже помялись при транспортировке. Очень мягенькие булочки. Я такое люблю. Вот, например, в KFC мне вот эти булки совершенно не нравятся. Они такие сухие, неприбутанные. Поэтому даже порой не знаю, что заказывать в KFC, кроме баскета. А когда я часто заказываю одни и те же баскеты, все мне пишут, сколько можно. Надоело одно и то же. А что другое, я прям не знаю. Заказывала у них хот-дог или что-то такое. Тоже булка ужасная. Я не знаю, где они берут эти булки. Либо они не первой свежести. В общем, не люблю. Это тоже какой-то местный производитель. Не помню название, но какой-то неизвестный. Не Фрайдэй, ничего такого. Давайте начнем с самого большого. Ой, какой тяжелый. Он с мясной котлеткой. Здесь вот такой соус, сыр, помидорка, огурчик. Причем огурчик консервированный. Ой, все выглядит безумно аппетитно. Давайте приступим. Можно было там еще взять перчатки. Но я, знаете, не очень люблю перчатки. В том плане, что когда я кушаю, у меня пахнет резиной и как-то мне некомфотно. Я предпочитаю заляпаться. Вчера достала инстаграм. И там увидела, что одна из страниц, ну, такие, знаете, чисто паблики, выложила видео Юлии Ефременковой. Это бывшая участница Дома-2. У нее умерла бабушка. А бабушка была вместо мамы у нее. То есть она ее воспитывала. Где она плачет и снимает истории, я просто зашла в комментарии почитать. Вы бы видели, ребята, эти комментарии. Это было просто нечто. Столько негатива в комментариях. Если ты так переживаешь, плачешь, че ж ты истории снимаешь. На публику. Решила пропиалиться и так далее. Просто, знаете, становится страшно, в каком обществе мы живем, когда видишь подобные комментарии. Нету ни капли сострадания к человеку. Именно под этим постом. Там видео было и пару фоток. В карусели. Столько всего негативного. И так неприятно это все читать. Я вот в этот момент вспомнила тот момент жизни, который произошел полгода назад, когда у меня умерла бабушка. Я ничего не публиковала. Я просто замкнула себя. В тот период каждый день на моем канале было новое видео. Прямо каждый день я резко, получается, пропала. И все мне начали писать, куда-то пропала. Прошло где-то три дня. Я выставила в инстаграм пост о том, что не то, что пост, просто в истории на черном фоне написала, что у меня умерла бабушка. Именно поэтому я пропала. Где-то дней, наверное, десять. Может, даже больше, где-то две недели. Я не появлялась в Ютьюбе. То есть я не снимала макбанги, не снимала влоги и так далее. И когда я появилась, я сняла видео. И уже, знаете, прошло немного времени. У человека была возможность, ну, точнее, у меня была возможность реабилитироваться как-то, отпустить в какой-то степени ситуацию. То есть я прожила эти моменты без вас, так скажем. Я не сидела, не плакала. Не потому что боялась осуждений и так далее. Мне просто в голову в этот момент это не пришло. Вот. И мне начали люди писать, что вот, ты совсем, наверное, не любила бабушку. Не видно было, как ты страдаешь, да как ты вообще страдал, да какая ты внучка и так далее. И мне начали кучу негатива писать по этому поводу. И мне стало настолько обидно, что люди считают меня таким чештым человеком. А сейчас я смотрю на других людей, которые тоже переживают. Переживают, например, по-другому. Их тоже осуждают. Я делаю просто один вывод. Делаешь ты хорошо или делаешь ты плохо, все равно тебя будут осуждать. Вот в любом случае. Особенно, знаете, когда Твиксик заболел, и я снимала видео, где я плачу, и мне фигово. И вот тогда мне начали писать, вот из-за кота ты плачешь, а с бабушкой истории у тебя не было, где ты плачешь. Мне было безумно неприятно это читать. Но мне кажется, мы, люди, у которых есть хоть какая-то аудитория, неважно, большая или маленькая, хотим мы этого или нет, но мы должны как-то привыкнуть к негативу, который есть у нас в жизни. Что вечно люди будут как-то оскорблять, как-то пытаться тебя задеть. Не все, опять же. Я сейчас говорю не про всех. Просто больше всего обидно, когда тебя обвиняют незаслуженно. Я вот когда вижу, что блогеры, например, плачут на камеру, снимают свои эмоции и так далее, вы это не осуждаете. Каждый человек по-разному переносит какие-то проблемы в жизни. Тем более смерть близкого человека. Если бы я знала, что мне будет проще от того, что я буду снимать истории и сидеть плакать, я бы, наверное, так и делала. Хотя, возможно, когда ты снимаешь подобный контент, ты получаешь такой фидбэк, такую поддержку, что это тебе помогает. еще буквально неделю назад я увидела девушку, которая снимает в шоц. По-моему, в шоц в ютубе она снимала свою коллекцию золота, и у нее очень много ювелирных изделий. Зашла в комментарии и увидела точь-в-точь такие же комментарии, которые писали мне. цыганка, ой, зачем тебе это надо? Это сейчас не можно. Какие безвкусные вещи. Мне кажется, эти люди заходят ко всем и всем пишут что-то плохое. это не очень вкусно. В таких случаях порой я просто ставлю себя на место этого человека. Я представляю, она потеряла самого близкого человека в своей жизни. Еще заходит в эти паблики. Еще плюс читает такое про себя. Очень много негативного было написано. Мне просто хочется пожелать всем нам быть хоть чуть-чуть добрее. Что это за звук? Надо было эти бургеры пополам разделить вообще. И каждого бургера половинку съесть. А то они настолько сытные, что все это не съешь. Этот мне нравится меньше. Вообще не нравится. А здесь лук. Я же говорю, что это меня отталкивает в этом бургере. Вообще не в тему лук. Вообще старайтесь окружать себя позитивными людьми. Глубокими людьми. Я вам говорила, что я хочу найти подружку. Познакомиться с кем-то из подписчиц. Я поняла, что все-таки это неправильный способ знакомства. Получается, как-то, знаете, слишком искусственно, что ли. Нужно друзей искать вот спонтанно, наверное. В зале, может быть, по каким-то общим интересам. Мне иногда хочется ходить на рисование, учиться рисовать маслом. И рисовать какие-то картины. Возможно, их потом продавать. Пусть даже за небольшие деньги. Пусть даже это просто будет окупаться. Не то, что в целях заработка. Короче, не получилось у меня так найти подругу. Когда ты находишься в каком-то обществе, пусть даже это будут танцы, не знаю, школы, универ. Ты уже видишь человека в разных ситуациях. Видишь его взгляды на жизнь. И уже можешь сделать вывод, подходит он тебе или нет. Когда тебе пишет просто твоя подписчица, ты не знаешь, какая она по характеру. Подойдет она тебе или нет. Я не могу вам объяснить. Когда я вам сказала, что у меня нету подружек, и мне бы хотелось найти кого-то, столько людей мне написало, наверное, человек 500. Я не считала, сколько конкретно. Но это было безумно приятно, что столько людей хотят со мной общаться. Ну, как-то такое общение получается каким-то искусственным. Короче, вот так. Картошка нереально вкусная. Это полу такие сухари. Мне кажется, самое идеальное, где можно найти подружек, это в детстве. Друзья, которые с самого детства с тобой, они, во-первых, тебя хорошо знают. Мы вместе проходили много ситуаций. У меня есть, кстати, друг детства. И он недавно купил машину. Так что скоро поедем кататься. Вот ему я могу рассказать все, что угодно. Про какие-то свои проблемы я могу часами ныть. Вот для меня это очень важно. Одно дело ты со своим другом, например, говоришь только на какие-то позитивные моменты. А я люблю, не знаю, открыться. Мне нужен глубокий человек. Мой друг детства сам заработал себе на машину. Причем на очень хорошую. И у него, кстати, это желание появилось после меня, когда я купила машину. Он сказал, что я тоже куплю. В общем, я наелась, мои хорошие. Хотя съела сегодня не так много. Вам огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Всех люблю. С вами была Кемели. Пока.